ПОСТОНОВЛЕНИЕ 30-го Съезда Рабочей партии России Сопредседатель идеологической комиссии ЦК РПР Кава Юрков и член организационной комиссии ЦК РПР Д.О. Назаров Съезд отмечает, что за истекший период партия действовала в соответствии со своей программой и годовым планом, нацеленными на помощь рабочему классу, трудящимся в организации и развертывании экономической, идеологической и политической борьбы за насущные и коренные интересы. Регулярно выходит и распространяется на заводах, планомерно нарастающим тиражом, последний номер тиражом 55 тысяч экземпляров, российская газета «Народная правда». Основной инструмент организации рабочего класса, пропаганды и агитации в борьбе за его коренные и насущные интересы. Главный редактор А.В. Золотов. Выпущен также очередной номер российской газеты «За рабочий класс». Особая благодарность съезда перед векам распространения нашей газеты, которая является коллективным пропагандистом, агитатором и организатором Т.И. Тоболиной, М.А. Егорчеву, А.А. Федину, В.Д. Дорошенко, С.А. Бабину, А.В. Зимскову, Д.И. Афонину. В ноябре 2022 года и марте 2023 года организованы очередные семинары по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии Российского комитета рабочих. Сопредседатели РКР М.А. Егорчев, В.В. Кальвет. Диригирование рабочими коллективами представителей на этих семинарах является залогом создания в перспективе органов борьбы рабочего класса, Советов рабочих. Съезд отмечает, что рабочая партия России последовательно отстаивает, в том числе в средствах массовой информации, необходимость ускоренного развития российского производства, как основы успешной экономической борьбы и условия победы в борьбе с американским фашизмом на Украине. Пропаганда этой позиции велась членами партии в печатных статьях и выступлениях на различных каналах. Успешно завершился очередной год работы Красного университета Фонда рабочей академии и Ленинградского интернет-телевидения, ответственной от партии В.И.Галко. Проводились занятия в Университете рабочих корреспондентов. Регулярно выходили видеоролики на канале ФРА, освещающие лекции, семинары, занятия и осуществлялись публичные выступления членов партии. Красное радио ФРА обеспечило круглосуточную трансляцию своих передач, а также работу нового видеоресурса «Профсоюзный навигатор» – главный редактор МФ «Мигранов». На сайтах ФРА и РПР, а также в группах в социальных сетях публиковались статьи, доклады, постановления, видеоролики и другая партийная информация. Проведена научно-практическая конференция «Борьба противоположностей и задачи рабочего класса в современной России». Изданы брошюра МВ Попов «Наш выбор. Как нужно и как не нужно жить и бороться за свои интересы». Книга «Наука побеждать. Курс коммунизма в вопросах и ответах» с автором МВ Попов и учебное пособие «Научный социализм» с автором МВ Попов. Изданы в бумажном виде пять томов собрания сочинения МВ Попова. Продолжается издание в электронном виде. Ответственный редактор КВ Юрков. Очищение партии от рецидива Горбачевщины в очередной раз показывает необходимость непримиримой борьбы с оппортунизмом, ревизионизмом и примененчеством с ними в партийных рядах. СИЕС констатирует, что ситуация, приведшая к необходимости перевода членов Нижегородской организации РПР в Ленинградскую, имела корнем недостаточной связи партии с рабочими крупных предприятий. СИЕС отмечает, что установление такой связи за счет создания на наиболее крупных предприятиях России опорных партийных организаций есть важнейшая задача членов партии. Решение этой задачи в условиях специальной военной операции должно осуществляться через пропаганду и борьбу за заключение прогрессивных коллективных договоров как основного средства сохранения и развития производительных сил России. СИЕС признает работу партии за отчетный период удовлетворительной, постановляет продолжить полномерную наступательную работу по осуществлению задач рабочей партии России, определенных ее программой и планом работы. Нижний Новгород, ноябрь 2023 года. Так, товарищи, предлагаю голосовать за постановление в целом, то за, то против, выдержавшиеся, постановление принято единогласно. Основная состав делегатов – это люди, которые имеют подтвержденный стаж в районе 5-6 лет. Так, комиссионные разряды наших делегатов рабочих. Четвертый разряд – три делегата. Пятый разряд – один делегат. И шестой и выше – два делегата. Четвертый разряд – все равно рабочие представлены. Количество делегатов, работающих на производственных предприятиях, с численностью рабочих. Значит, от 51 до 150 рабочих – один делегат. От 150 до 500 рабочих – пять делегатов. От 501 до 1000 рабочих – один делегат. И свыше 1000 рабочих – один делегат. То есть, основная масса на предприятиях среднего размера такого. Представлено. Так, да, в зависимости от обучения в Красном университете. Окончили Красный университет – 9 делегатов. Учатся в Красном университете – 2 делегата, преподают – 3 делегата. То есть, у нас или учатся, или преподают делегаты. А распространение газет. Распространяли до 500 экземпляров – 2 делегата. Ну, имеем в виду, что здесь ведь непосредственно распространение. Хотя, скажем, один человек, который ответил, что он непосредственно распространяет, он организует распространение по всей России, там, все эти тиражи, я имею в виду, такие два вещи. Распространили от 500 до 1000 экземпляров – 4 делегата. Распространили от 1001 до 2000 экземпляров – 3 делегата. И распространили свыше 2000 экземпляров – 6 делегатов. То есть у нас основная масса, вот они вот, действительно, не случайно совершенно люди, а на передовой находятся в партийной работе, взаимодействовавшим классом. Ну и дальше, количество делегатов, имеющих разработанный проект прогрессивного коллективного договора, 7 человек, 7 наших рабочих имеет такой, и нерабочий должен. И количество делегатов, продвигающих проект прогрессивного коллективного договора, 4 человека, то есть уже меньше, конечно. Но тем не менее, вот, наверное, говоришь, больше послушать теперь. И поэтому я хочу, как вы, хочу сделать, чтобы у нас, действительно, съезды из самых активных членов партии, рабочих и нерабочих. Редактор субтитров А.Семкин